Добрый вечер, я вам обещал пример к прошлой лекции и в качестве такого примера давайте немного переработаем калькулятор по крайней мере в том его виде в котором он был примером к одной из прошлых лекций итак у нас была простая программа калькулятора которая что-то считала по поисковому вводу что в ней сразу бросается в глаза ее интерфейс это реализация он предполагает некоторую работу в клиентском коде а именно все что мы сделали в в прошлый раз я имею ввиду в рамках этого примера это представили функцию для обработки очередной строки вводимой пользователем но при этом на клиентском коде лежит обязанность управлять состоянием всего процесса то есть получилось что нас наша ответственность оказалась размазана и часть ответственности лежит на клиентском коде часть ответственности лежит на нашей реализации и как раз это довольно наглядный пример где хорошая инкапсуляция потому что состояние калькулятора это в принципе его часть и вполне логично объединить логику работы калькулятора и его состояние и управление этим состоянием что же для этого нужно сделать но для этого нам нужно все это обернуть в класс процесс line станет его методом и нам больше не нужно будет туда передавать значение состояния значение памяти калькулятором сколько она у нас будет храниться внутри этого класса и метод класса будет иметь к нему доступ хорошо нам нужно как-то немного переделать нашу программу чтобы она смогла это использовать также что тут можно еще придумать возможно мы хотим стартовать наш калькулятор с какого-то состояния уже известного вот как класс написан сейчас у него будет конструктор по умолчанию то есть создавая экземпляр этого класса у нас будет всегда изначально состояние равное нулю добавить такой конструктор мы дадим клиентскому коду возможность создавать калькулятор из какого-то состояния но при этом причинам про которые мы будем говорить на более поздних лекциях нас пропала возможность создания калькулятора состоянием по умолчанию мы явно конструктор по умолчанию не определили и сейчас он исчез вернем его назад теперь у нас есть два способа создать наш калькулятор состоянием по умолчанию и с каким-то конкретным состоянием отлично нужно ли нам возвращать значение состояния из метода процесс line в принципе это не обязательно гораздо лучше когда у вас разные компоненты отвечают за разные вещи ну и как один из примеров доведения этой идеи до крайности что одна сущность должна отвечать только за одно действие естественно у нас метод процесс line отвечает за обработку строки введенной пользователем зачем ему еще отвечать за возврат изменившегося значения для этого мы можем ввести отдельный метод как вы можете обратить внимание часть методов я определил внутри класса часть методов нам понадобится определить вовне именно метод процесс line и да вот 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 Чтобы минимизировать изменения, сделать их поэтапно, давайте здесь просто сделаем обновление состояния. Как же мы теперь будем использовать наш калькулятор? Вот так. Изменилось не очень много, но мы убрали управление состоянием вовнутрь калькулятора. Это стало подробностью реализации, про которую наш клиентский код ничего не знает. Хорошо, у нас есть еще тесты. Тесты нам не очень хочется переписывать. Между тем, у нас везде здесь используется процесс line напрямую. Что же делать? Давайте добавим вспомогательную функцию, которая будет симулировать старое поведение, чтобы нам не трогать тесты. И вот здесь нам пригодился второй конструктор. Теперь наши тесты должны по-прежнему. Работать как и раньше. То, что у нас имя процесс line повторяется, это не страшно. Когда мы вызываем метод класса, это вполне очевидно. Кроме того, эту функцию процесс line мы сделали к тому же внутренней для данной единицы трансляции, поместив ее в анонимное пространство имен. Так что наружу она вообще никак не будет нам мешаться. Не очень хорошо, что мы создаем калк на каждый вызов процесс line. На эту тему можно поспорить. В данном случае мы что-то тестируем. И у нас не функциональные тесты, а юнит-тесты. То есть мы тестируем простые интерфейсы. Да, у нас интерфейс поменялся и стал немного другим. Но, в принципе, все, что мы здесь тестировали, это обработка одной строки с каким-то исходным состоянием. Мы это по-прежнему тестируем. То, что у нас при этом в каждом тесте, если под тестом понимать каждое место проверки, процесс line, то, в принципе, мы по-прежнему это делаем. То, что мы при этом каждый раз создаем экземпляр калькулятора, это не страшно, поскольку он у нас легковесный. Конечно же, теперь наши тесты немного неполные, поскольку они тестируют не весь интерфейс. Они не тестируют то, как наш калькулятор работает, управляя своим состоянием сам. Но мы для этого теста добавлять сегодня не будем, поскольку, в принципе, это достаточно мелочь. Конечно, эту мелочь хорошо бы тоже покрыть тестами, но, в принципе, из устройства нашего класса достаточно очевидно, что это работает нормально, поскольку оно у нас достаточно простое. Но да, неплохо бы добавить тесты еще и на это. Естественно, в реальном использовании этого класса клиентский код захочет создавать экземпляр класса реже, поскольку в этом весь смысл переносить в класс управление его состоянием. Поэтому в реальной жизни, конечно, код будет выглядеть примерно так, как у нас сейчас в main. Нужно ли тут еще что-то переносить в наш класс? Кажется, что, в принципе, не обязательно. Можно было бы для класса этого сделать интерфейс работы с потоками ввода-вывода. Но поскольку у нас вся обработка, она построчная, то есть каждую строку мы обрабатываем полностью независимо от всех остальных, то у нас смогут быть и другие источники ввода, кроме потоков ввода-вывода. И нам достаточно работать со строками. Поэтому, в принципе, выглядит разумным, что здесь мы в калькулятор не стали переносить никакой логики извлечения этих строк откуда-либо. Это будет забота уже клиентского кода, который может извлекать сроки из одного места и из другого места. Наш калькулятор про это ничего не будет знать. Это, в принципе, хорошее разделение обязанностей. Но такая переделка не очень пока еще интересная. Весь остальной код реализации у нас остался прежним. И абсолютно без класса. Что здесь можно улучшить? Есть разные пути, как этот код можно перерабатывать. Поскольку у нас была лекция про классы, то хочется как-то их заиспользовать. Классы нам нужны в основном для инкапсуляции. То есть, чтобы делать такие небольшие изолированные сущности, которые как владеют своими данными, так и логикой работы с ними. Возникает идея, что хочется как-то переработать разбор нашего ввода. Сделать его более удобным, нежели вот эти все свитчи и тому подобное. И тут, возможно, разные идеи. В частности, я заметил, что кто-то из вас заиспользовал другие подходы к разбору. Суффиксные деревья. В прошлом году, кстати, тоже был один человек, который пошел похожим путем на только один. И в этом году, не знаю, я видел только тоже одного. Это возможный вариант. Но это не полное решение проблемы разбора ввода. С помощью деревьев вы будете удобно детектировать какие-то строки. А что, если вам нужно еще разбирать структуру в этих строках? Как, например, в случае с бинарными операциями. Нам нужно разобрать операцию, потом возможные пробельные символы после операции, и потом уже ее аргумент. Здесь уже деревья не так для этого удобны, чтобы именно по максимуму обобщить эту задачу. Другой вариант, который мне более близок, это комбинаторные парсеры. И, возможно, вы знакомы с этим понятием. Но если не знакомы, то очень хороший способ с этим познакомиться, это немножко изучить Haskell и его библиотеку Parsec. Это, на мой взгляд, отличная реализация комбинаторных парсеров. Очень наглядная, очень удобная. Мне она очень нравится. Правда, сама себе библиотека Parsec не очень годна для реалистичного использования, поскольку она довольно медленная. Но есть чуть менее идеологически правильный и чуть менее удобный, но гораздо более быстрый вариант от Parsec, тоже на Haskell. Его уже можно применять в реалистичных задачах разбора текста. Но у нас не Haskell, у нас C++. Как нам здесь заиспользовать что-нибудь типа комбинаторных парсеров? Почему вообще эта идея хорошая? Казалось бы, для языков C или C++ должны быть милее всякие инструменты типа Bizon, Yak и прочих генераторов парсеров. Но это вариант, когда у вас есть на входе четко описанная грамматика вашего языка, который вы хотите разбирать. И вы хотите, чтобы ваш парсер был просто черным ящиком. То есть вы на вход даете грамматику и хотите получить на выходе код, который ее будет разбирать. И тут генераторы, в принципе, подходят. Но есть больше случаев, когда вы сталкиваетесь с задачами разбора чего-то. И часто вам не хочется городить целый генератор парсера и пользоваться потом этим парсером, как вот таким внешним модулем. Вам хочется немножко добавить разбора в какую-то существующую программу. Как вот в данном случае. И тут комбинаторный парсер очень удобен тем, что, ну как и многие подобные подходы из функциональных языков, в их основу положена идея комбинирования каких-то небольших сущностей в более сложные. То есть в комбинаторных парсерах у нас есть маленькие парсеры, которые разбирают что-то простое. И есть комбинаторы, с помощью которых вы можете из этих маленьких парсеров собирать более сложные структуры, которые будут уже разбирать более сложные грамматики. И это все будет в рамках вашего основы языка, что удобно для вот таких задач встраивания. В C++ есть комбинаторные парсеры, в частности в библиотеке Boost есть подбиблиотека Spirit как раз про комбинаторные парсеры. Но ее мы тоже сегодня не будем трогать, поскольку это приключение очень надолго. В Boost есть много всего, но обычно на то, чтобы с этим разобраться, надо потратить определенное время. Поэтому мы хотим что-то написать сами по-быстрому. Давайте попробуем так сделать. Что нам нужно? Ну, как я уже сказал, нам нужны парсеры и комбинаторы. Давайте начнем с самого простого парсера, а именно парсера цифры и оформим его как класс. в чехне. Спасибо. какой у него будет интерфейс ну во первых он будет себе хранить результат разбора и нам хочется получать этот результат разбора наружу хорошо что еще может быть он может столкнуться с вводом которого не понимает нам об этом тоже надо сообщить наружу однако мы делаем самый примитивный парсер который только можно он будет разбирать только один символ поэтому мы немножко размажем эту идею успеха будем считать что у парсеров будет метод success который будет возвращать признак того смогли ли мы разобрать сущность какую-то целиком или нет но также у них будет метод обработки очередного символа поскольку обработка у нас будет посимвольная и он тоже будет возвращать признак успеха обработки конкретного символа то есть как только парсер встретит символ который не может обработать он из этого метода вернет false если очередной символ обработан успешно этот метод вернет true а метод success будет возвращать признак того что парсер обработал целую сущность успешно но в случае парсера одного символа все очень просто метод success будет возвращать true ну а этот вот метод обработки символа будет уже возвращать результаты обработки этого символа и тут у нас не будет никаких деревьев нас будет опять свитч тут мы фактически делаем то что было сделано в парс арк но Спасибо. Итак, этот парсер будет обрабатывать за раз только один символ, но при этом он будет обладать состоянием, которое позволит применять его многократно. И таким образом накапливать результат. И вот чтобы применять его многократно, нам понадобится комбинатор. Для тех, кто знаком с биологической парсек, знаком один из типовых комбинаторов – это many, который обрабатывает ноль или более. Встречаемость, точнее применяет, скорее, парсер ноль или более раз. И это для тех, кто не знаком с парсеком, но знаком с формальными грамматиками – это звездочка в формальных грамматике. Я не помню, как это правильно называется, но вы, наверное, это знаете. Однако нам нужно обрабатывать не ноль или более символов в данном случае. У нас число должно состоять хотя бы из одной цифры. Соответственно, нам нужен второй типичный комбинатор – это many1 или плюс из грамматик. То есть то, что обрабатывает один или более символов, или, точнее, применяет нашу грамматику один или более раз. Да, звезда к линиям. Давайте напишем. Но тут у нас возникает проблема. Мы хотим сделать комбинатор, ну, в данном случае один комбинатор, который работает с любыми парсерами. Каждый парсер у нас будет классом. Возникает потребность работы с разными классами или потребность полиморфизма. Но до полиморфизма мы на лекциях еще не дошли. Более того, у нас есть здесь выбор. Мы можем пойти путем динамического полиморфизма или путем объектно-ориентированного программирования. Что вам, скорее всего, знакомо по Java. Либо мы можем пойти путем статического полиморфизма. Что встречается в разных языках, в том числе и в C++. И тут пока еще сложно сказать, какой путь лучше. Но чуть более простым, точнее, путем с чуть более простым и быстрым стартом здесь будет путь статического полиморфизма. И сегодня мы пойдем именно этим путем. Хотя про шаблоны мы с вами еще не говорили на лекциях. Но я постараюсь их использовать не очень углубленно. Нам нужны шаблоны для статического полиморфизма. Что мы здесь видим? Мы сделали шаблонный класс. У него есть один шаблонный параметр, который является типом. У шаблонов могут быть параметры значения. Правда, не значения любого типа, а достаточно ограниченного под множество типов. Но это более редкий случай. Либо более частый случай – шаблонные параметры типы. То есть здесь P – это какой-то корректный тип. Более того, дальше мы наш класс шаблонный наследуем от этого типа. Значит, этот тип должен быть классом. Однако слово класс здесь ничуть не намекает на то, что это должен быть класс. Я мог бы здесь написать type name вместо класса. Как часто бывает в C++, есть несколько способов сделать одно и то же. И все они абсолютно одинаковые. Вот здесь type name и класс абсолютно равнозначны. И просто задают шаблонный параметр тип. Я использую класс просто потому, что так чуточку короче. Наследование. На лекции я не успел об этом сильно поговорить. Но в слайдах у меня это, насколько я помню, было. Увидим, зачем оно нам здесь нужно. И здесь у нас, когда у нас наступит успех при применении комбинатора плюс. Когда мы успешно применим наш комбинируемый парсер один или более раз. Это значит, что нам нужен признак. Смогли ли мы хоть раз его применить или нет? И успех у нас будет противоположный этому признаку. Изначально empty у нас true. Но если мы хотя бы один раз применим наш парсер, он станет false. Естественно, успех станет true. Далее. Наследование у нас здесь публичное. Это значит, что класс many1 выставляет наружу все публичные члены родительского класса. У родительского класса, если мы говорим про наш пока единственный парсер, есть метод value. Мы его здесь успешно выставим наружу за счет публичного наследования. И нам не надо его определять заново в классе many1. Просто считаем, что у каждого парсера будет этот метод value. А вот что нам надо сделать здесь, это переопределить метод обработки символа очередного. И он должен вызывать метод родительского класса. То есть каждый раз, когда на вход поступает символ, мы пытаемся применить родительский парсер. И, конечно, у нас комбинатор, он такой, немножко убогий. Он у нас будет комбинировать только односимвольные парсеры. Можно с этим, конечно, побороться и сделать интерфейс более обобщенным. Но сейчас мы так делать не будем, чтобы все не усложнять. Все просто. При обработке очередного символа мы передаем этот символ родительскому классу. Если он успешно его обработал, значит empty у нас становится false, поскольку мы хотя бы один символ обработали. И мы возвращаем true наружу. Ну а если не смогли обработать очередной символ, то возвращаем false. Можем ли мы уже из этого сделать что-то интересное? Мы можем сделать парсер для операции установки нового значения в памяти калькулятора. Поскольку в этом случае наша строка состоит только из одного числа. То есть на каждую операцию у нас будет класс парсера. Но что нам еще нужно от операции? Нам нужно еще эту операцию применить. И тут мы немножко нарушим принцип одна сущность, одно действие. И немножко смешаем наши парсеры и логику операций. Если бы мы писали библиотеку комбинаторных парсеров, мы бы, конечно, так не делали. Но здесь мы просто используем некоторые идеи из этого подхода. А не пишем полноценную библиотеку комбинаторных парсеров. Итак, что будет у операции? Она будет брать какое-то входное значение, применять к нему себя и возвращать новое значение. Операция set у нас всегда возвращает новое значение, которое мы разобрали из строки ввода. Соответственно, она просто будет возвращать значение, полученное из нашего парсера. Хорошо. Что дальше? Дальше. Давайте, например, сделаем бинарные операции. Все бинарные операции характерны тем, что в строке мы должны разобрать команду операции. Дальше могут идти пробельные символы, а затем будет аргумент. У каждой бинарной операции будет аргумент. Хорошо. Просто введем новый псевдоним для парсера аргумента. И вот псевдоним нам новый тип не дает, поэтому у нас тип парсера аргумента будет совпадать с типом many1 number. А вот класс set вводит новый тип. То есть эти типы будут различные. Далее. Для бинарной операции нам тоже нужен комбинатор, который будет собирать несколько парсеров воедино. И понятно, у него будут фиксированные парсеры пробельных символов и парсер аргумента. А вот парсер операции будет разный для каждой операции, поэтому мы это тоже сделаем шаблонным параметром. Продолжение следует... Что же должен делать метод разбора очередного символа? Мы должны понять, на каком этапе мы находимся. Если мы еще не достигли успеха в разборе операции, то мы пытаемся передать символ ей. Точнее, парсеру операции. Что значит аннотация M подчеркивание имя? Это просто такое соглашение, которое принято в некоторых проектах, чтобы выделять члены класса, точнее, поля класса. То есть имена всех полей класса начинаются с M подчеркивания. Тогда, когда вы видите тело какого-нибудь большого метода, какого-нибудь большого класса, вы сразу видите, где у вас члены этого класса, а где просто какие-то переменные. Это удобно. Бывают другие немножко соглашения, например, подчеркивание после имени члена класса. Это все характерно для полей именно класса и обычно для приватных или, по крайней мере, защищенных полей класса. Потому что публичные поля, так будет не очень красиво к ним обращаться. Хорошо. Итак, если мы еще в состоянии разбора операции, то передаем символ парсеру операции. Если операцию мы уже разобрали, то, возможно, мы разбираем пробельные символы. И тут нам не хватает парсера для пробельных символов. Тут надо подумать. Когда у нас будет успех у этого парсера? Вот тут-то как раз нам бы пригодился комбинатор звездочка, поскольку нас интересует ноль или более символов. Можно сделать для него отдельный комбинатор. Можно пойти чуть проще и не делать отдельный комбинатор. Но когда у нас будет успех? Успех у нас будет всегда, поскольку, возможно, у нас будет ноль этих символов. Когда у нас успех закончится, когда мы встретим непробельный символ, это значит, что пока у нас успех в парсере пробельных символов, мы должны ему отправлять очередной символ. Если не получилось, то значит, мы на финальной стадии. Мы должны обработать наш аргумент. Когда у нас будет успех всей бинарной операции? Когда у нас будет успех по первой и по последней стадии? Как применить нашу бинарную операцию? Она применяется к двум аргументам. Левый аргумент нам подают на вход, а правый аргумент мы возьмем из того аргумента, который мы разобрали. Здесь, как вы видите, мы никак средствами языка не навязываем интерфейс всем нашим парсерам, классам парсеров. Мы просто держим его в голове. Для более или менее простых случаев это нормально работает. Вам далеко не обязательно сразу начинают строить какие-то сложные иерархии классов с наследованием и тому подобное. Очень часто такой вот подход неявного соглашения об интерфейсах он вполне нормально работает. Более того, со статическим полиморфизмом у нас есть дополнительный бонус, который связан с тем, что если код вашего шаблона в разных своих местах использует разные ожидания о своих шаблонных аргументах, но в конкретном случае использования этого шаблона вы вызываете не все эти места, то вам не обязательно удовлетворять всем этим ожиданиям. То есть, например, у вас есть шаблонный класс, у него есть несколько методов. И в одном методе вы предполагаете, что у вашего шаблонного параметра есть какой-то член 1, а, например, в другом методе предполагаете, что у вашего шаблонного параметра есть член B. То есть предполагаете, что этот шаблонный параметр это какой-то класс, У него есть такие члены. Так вот, если вы где-то этот шаблон инстанцируете с параметром, типом, у которого есть только член А, и при этом дальше вот этот конкретный случай использования этого шаблона, у него вызывается только первый его метод, то у вас программа компилируется нормально, несмотря на то, что у вас в коде шаблона есть обращение в другом методе к несуществующему члену этого класса. И только если бы вы в коде именно в этом случае, с этим случаем инстанцирования шаблона обратились бы к тому ему методу, который обращается к члену класса B, только тогда бы у вас возникла ошибка компиляции, если бы в конкретном шаблонном параметре такого члена не было. Но про это мы еще поговорим, когда отойдем до шаблонов. Вопрос, что происходит в случае node.moop.success? Вот эта строка. Мы здесь пытаемся понять, на какой стадии обработки мы находимся. Мы должны для бинарной операции обработать сначала саму операцию, разобрать. Затем, возможно, пропустить какие-то пробельные символы, а затем разобрать аргумент. Здесь, если мы еще не достигли успеха в парсере операции, значит, мы еще находимся на той стадии, когда мы разбираем код этой операции. И значит, мы текущий символ, который нам поступил на вход, должны отправить в парсер операции. Только когда он нам скажет, что все, порядок, только тогда мы перейдем к следующей стадии пропуска пробельных символов и дальше уже к разбору аргумента. И мы еще не определили ни одного парсера операций. Более того, мы еще не определили парсер пробельных символов. И здесь я чуть-чуть схалявлю и не буду определять настоящий комбинатор для звездочки. Просто сделаю такой класс. Причем он будет вложенным классом нашего класса binary. Это значит, что к нему не будет иметь доступ никто извне. Это подробность реализации нашего класса. И по умолчанию флаг успеха у него true, поскольку он допускает ноль символов. Успешной операция разбора символов для него будет только если это пробельный символ. Если это не пробельный символ, тогда мы сбрасываем наш флаг успеха. И, собственно, на этом все. Очень простой парсер. Поэтому я не стал его никуда выделять. Нам теперь не хватает парсеров операций. Давайте, например... Ну, во-первых, чем характерны парсеры операции? Тем, что мы, опять же, сделали, может быть, не совсем чисто. И объединили две концепции парсера и, собственно, реализация этой операции. То есть у нас будет одна часть парсера и одна часть реализации операции. Хорошо. Какое еще наблюдение можно сделать? У нас есть операции совсем простые, реализация которых сводится к какому-то оператору нашего языка. Есть операции чуть более сложные, где реализация сводится к вызову какой-то биологичной функции, как взятие остатка или возведение в степень. При этом все у нас эти бинарные операции, которые мы реализовали, ну, по крайней мере, в моем примере калькулятора, они все, их коды состояли из одного только символа. То есть у нас, с одной стороны, есть неизвестное, это символ, с другой стороны, процедура исполнения операции. И это уже будет не комбинатор, а просто класс с двумя параметрами. Шаблонный класс с двумя параметрами. Один параметр – это символ операции, второй параметр – это класс реализации операции. И это нам, по крайней мере, позволит разделить реализацию парсера и реализацию исполнения операции. Когда мы здесь достигнем успеха? И до каких пор мы должны обрабатывать символы? Мы должны обрабатывать ровно один символ. И если он подходящий, значит, это будет успех. Если не подходящий, то не успех. Итак, чтобы у нас был, в принципе, возможность успеха, мы должны еще не обрабатывать успешность ни одного символа. Это значит, что исходное значение флага успеха должно быть у нас отрицательным. И мы ставим новое значение флага успеха в зависимости от того, совпадает ли входной символ с тем, что нам задали в качестве параметра. Все остальные варианты – это не успех для данного парсера, поскольку операция у нас состоит из одного символа. И если мы ожидаем в какой-то момент операции, значит, мы должны встретить этот символ, или у нас будет неуспех этого парсера всего. Вот так. Все очень просто. Осталось, ну, понятно, что параметра символа мы просто зададим значение символа. Благо у нас все символы – это просто целые числа в нашем языке. Как задать операцию? Как видите, я опять здесь применил наследование от шаблонного параметра. Это значит, что класс реализации операции должен реализовывать метод применения операции. При этом каким должен быть этот метод? на ваш взгляд он связан с конкретным экземпляром парсера или же связан со всем классом парсера операции конкретной? Другими словами, должен быть он статическим или не статическим? Я надеюсь, что вы еще не успели заснуть. Метод реализации операции. Смотрите, у нас есть комбинатор для бинарных операций. это binary-класс. Он обращается к методу apply у парсера операции и передает этому методу два значения. левый аргумент дают бинарные операции на входе, а правый аргумент это то, что операция смогла разобрать в процессе разбора. Вот нам нужно реализовать метод apply для конкретных операций. Должен ли он быть статическим или не статическим? Исходя из того, как мы определили класс для парсера операции? Другими словами, будет ли у нас у экземпляра парсера нашей операции какое-то состояние, которое влияет на на применение этой операции? Или нет? Да, совершенно верно. у нас в парсере операции есть состояние, которое связано с ходом разбора строки этой операции, но само применение этой операции от состояния ее никак не зависит, поскольку все параметры для этого нам передаются извне. Поэтому можно сделать статический метод. И нужно сделать статический метод, когда у вас метод никак не использует состояние вашего класса, объекта вашего класса. Кстати, там была, насколько я помню, проблема с выбором библиотечной функции для взятия остатка. да, я все-таки потом переключился на F-мод как немножко более интуитивно понятную. давайте ее используем. Что происходит? мы объявляем инстанцирование нашего шаблона FUNCOP с двумя параметрами. Это символ операции и класс, от которого она унаследуется. Точнее, он наш новый класс. При наследовании он выставит наружу все публичные члены своего родителя. remainder мы объявили как struct, то есть у него по умолчанию все члены публичные. Это значит, что конкретный тип FUNCOP с конкретными параметрами будет выставлять наружу статический метод apply. А далее мы это все передаем как параметр в наш комбинатор binary, который вот он уже будет иметь состояние. в нем, в этом состоянии будет находиться текущий аргумент правый. И его метод apply будет обращаться к методу apply парсера операции. При этом не важно, что здесь метод apply у операции статический, мы все равно можем к нему обращаться как будто бы к не статическому члену класса. А могли бы написать не так, могли бы написать вот, так. И это тоже было бы корректно, поскольку у нас метод статический. Он с экземпляром нашего парсера операции никак не связан. Хорошо. У нас там была еще похожая операция, это возведение в степень. Как нам ее применить? У нас есть другая библиотечная функция для этого. далее все, что нам остается, это просто определить псевдоним. Так, нет, у нас была там другой символ, вот такой. Хорошо. Теперь нам не хватает еще нескольких бинарных операций. и с ними немножко другая история. Они все односимвольные, и этот символ в нотации нашего калькулятора совпадает с именем оператора нашего языка. Можем ли мы это как-то заиспользовать? В принципе, да. Только для этого к шаблонам мы еще добавим макросов. Почему макросов? Потому что мы хотим сгенерировать какой-то код, а именно одновременно задать и символ, и часть каких-то токенов нашего языка. С помощью шаблонов мы так сделать не можем, поскольку в шаблон мы должны передать либо, ну, символ мы можем передать, а вот передавая тип мы должны делать как в случае с ремейндер и пауэр, то есть заворачивать нашу операцию в класс. Параметрам лямбду передавать не получится. Хотя лямбда это синтактический сахар вокруг анонимных классов, но так сделать не получится, поскольку в качестве параметра шаблона мы должны передать имя какого-то класса. или имя типа точнее. std function это немножко другое. мы могли бы пойти немножко другим путем и параметризовывать нашу операцию на этапе исполнения. Потому что std function это контейнер, который скрывает в себе что-то, что может быть вызвано как функция. При этом он стирает его тип и снаружи он не виден. Поэтому там можно хранить разные штуки, похожие на функции, в том числе лямбда. Для шаблонов это полностью ортогонально, поскольку шаблоны оперируют с типами на этапе компиляции. std function это контейнер на этапе исполнения. То есть это разные вещи. Мы могли бы конечно определить наш класс таким образом, что мы бы в его конструктор передавали лямбду, он бы внутри себя хранил std function, но у нас бы получилась параметризация на этапе исполнения. А здесь я хочу немножко другого. Я все-таки хочу, чтобы все наши парсеры были типами. И вы увидите почему. тут все тоже самое. что у нас было и возможно было бы конечно лучше не выдумывать всякого просто сделать класса обертка для операций ну ладно поскольку код парс раз у нас полностью совпадает итак мы получили вот такой макрос который нам будет генерировать классы ну ладно то есть тут все понятно про макросы мы уже много говорили с вами результатом у нас будет четыре класса которые кстати надо бы им задать разные имена хорошо что дальше нас остались унарные операции их у нас две и операция отрицания у нас символ подчеркивания принципе реализация будет очень похоже на то что у нас было в фан коп за исключением собственно применения этой операции здесь мы уже не используем комбинатор binary понятно поскольку у нас это унарная операция в фан копеек тут у нас уже не параметр тут у нас уже просто символ опять же здесь мы могли бы сделать этот метод статическим но для единообразия с binary я его сделал не статическим поскольку мы должны использовать либо binary либо унарные операции одинаковым образом но вот кто-то уже нашел что лямбда все-таки можно передавать шаблонными параметрами в 20 стандарте но до этого до 20 стандарта мы не добрались пока и не доберемся в этом семестре хорошо с последней операции все чуточку сложнее поскольку она состоит из многих символов здесь конечно тоже было бы неплохо параметризовать это дело то есть сделать парсер строк и тут бы уже могли пригодиться всякие деревья и тому подобное но проблема в том что вот в выбранном подходе у нас все все параметры является параметром шаблонов параметром шаблона строку сделать нельзя поэтому я просто сделал конкретный класс для разбора операциям что делать можно сделать из бюджетной строк и выяснить что я не думаю что это будет длитка и и и и и и и Так. 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 Да, есть еще один нюанс про то, что мы должны проверять наш аргумент и возвращать ошибку, если он не положительный. Но на этом мы пока закроем глаза. Как же мы будем разбирать? Очень просто. Если текущий символ, точнее если символ на входе соответствует ожидаемому очередному символу, то все в порядке. И если мы встретили все четыре ожидаемых символа, то мы достигли успеха. Отлично. Но как же нам применять эти парсеры теперь? Один парсер можно применить довольно просто. Нам нужно разобрать целую строку, то есть каждая операция должна занимать целую строку. Хорошо. Назовем это как parseFull. Мы опять же пользуемся статическим полиморфизмом, чтобы работать с любыми классами парсеров. Поскольку мы обработку очередного символа оформили в качестве члена оператора, то нам доступен вот такой синдексис. То есть пока мы не достигли конца строки и пока у нас парсер продолжает успешно обрабатывать очередные символы, мы продолжаем обрабатывать символы. Соответственно, успехом всего мероприятия у нас будет то, что у нас будет успех внутри парсера. То есть парсер успешно проглотил все символы. И то, что мы достигли конца строки. Если одно из условий не выполняется, значит мы не смогли обработать корректно строку. Так мы можем применить один парсер. Но у нас их много. И тут мы вспоминаем про другой комбинатор, а именно комбинатор альтернативы. Мы хотим применить любой подходящий парсер. Что значит любой? У нас грамматика нашего калькулятора такова, что у нас нет здесь неоднозначности. У нас все коды операции абсолютно независимы друг от друга. Мы можем просто поочередно попробовать каждый парсер. Парсер каждой операции. И первый, который подойдет, он и является искомым. Как это сделать? Опять же, у нас все парсеры это типы. С типами мы работаем через шаблоны. По крайней мере, если мы хотим сделать какие-то сложные операции над группами типов. Комбинатор any прометаризован неопределенным количеством парсеров, неопределенным количеством типов. Это варядик шаблоны. Про них мы еще поговорим, когда отойдем до шаблонов. Но суть в том, что мы можем в качестве шаблонных параметров этой функции передать 0 типов, 1 тип и много типов. Что нам будет возвращать? На вход мы ей подадим текущее состояние калькулятора и очередную строчку. Она должна вернуть два значения. Это флаг успеха и новое значение нашего регистра калькулятора. Хорошо. Но здесь пока только типы наших парсеров. напишем вспомогательную функцию в виде лямбды, которая будет применять к нашей строке экземпляр какого-то конкретного парсера. А что нужно применять? Сначала разобрать строку, а потом выполнить операцию нашей операции. Разбор строки мы уже реализовали. Если он успешен, мы просто обновляем нашу переменную value. Это локальная перемена нашей функции. Мы вполне можем ее обновлять. Поэтому я не написал к ней const. Отлично. Как же нам перейти от типов к объектам? То есть от классов к экземплярам классов. Но мы знаем как это сделать в случае какого-то конкретного типа. Синтаксис очень простой. Просто объявить переменную этого типа и все. Или, например, вот так. Хотя нет. Тут у нас лямбда принимает только один параметр. Это экземпляр парсера. Но нам-то хочется перебрать все наши типы и поочередно их применить. Для этого у нас есть новый синтаксис в языке. Раньше тоже это можно было делать, но немножко более страшно. А сейчас у нас есть красивый синтаксис. Он называется свертка операций. Точнее выражение свертки. Fold expression. И применяется он как раз в сочетании с вариадик шаблонами. Что здесь происходит? Это выражение свертки применяет операцию или. В данном случае это логическое или. К неопределенному числу аргументов. При этом мы задаем начальное значение. Далее указываем наш переменный шаблонный параметр. То есть в зависимости от того, сколько у нас будет шаблонных параметров в конкретном вызове нашей функции any, у вас столько аргументов здесь развернется эта штука. То есть если, например, один, то это будет вот так. Если их будет два, то там уже будет вот так. Ну и так далее. И мы помним, что встроенный оператор логического или у нас собладает особой способностью то, что он не вычисляет свой правый аргумент, если ответ известен уже из левого аргумента. То есть как только мы дойдем до парсера, который нам сделает успешную обработку, мы прекратим выполнять все это выражение. Отлично. Нам осталось просто вернуть результат. Хорошо. Мы уже близко. Естественно, мы не хотим руками работать с тюплом, а воспользуемся еще одним синтетическим сахаром, чтобы разобрать тюпл на составной части. Осталось задать список операций. Я, по-моему, это назвал как… Да. Угу. А это, соответственно, нам уже все не нужно. Угу. 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 Угу Угу. Угу Угу. Так. Интересно. Угу. мы еще и эту переменную перестали использовать у нас даже все скомпилировалось это не всегда так бывает при активном использовании шаблонов и у нас даже как-то все вроде как работает все похоже на правду интересно проходит ли у нас тесты вот тесты у нас уже не очень проходит поскольку мы в нашей переделке пренебрегли сообщениями в ошибках и тут конечно наша предыдущая реализация в этом плане выигрывала тем что там было проще добавлять вменяемые сообщения об ошибках комбинаторные парсеры конечно нам это немножко усложняют насколько не очень понятно в кое место втыкать сообщение об ошибках то есть нам не получится воткнуть в каждый конкретный парсер нам нужно кроме успеха еще вытаскивать каким-то образом некоторую информацию о том где же мы сломались и на чем именно но уже на более высоком уровне формировать конкретное сообщение об ошибке и это я сегодня уже делать не буду это все несколько усложнит даже довольно существенно и это вот наверное чем-то слабое место комбинаторных парсеров поскольку там это сделать чуточку сложнее егор нам предлагает айза да но в хаскель это если правильно помним парсек там парсер это монады так что там все еще немножко закрученные хотя да по моему там парсер касса и возвращают то есть либо либо успех либо ошибку наполнит все таки монады но это уже выходит за рамки такого примера и тут надо уже повозиться гораздо больше вот поэтому на сегодня я предлагаю закончить какие у вас есть вопросы ну либо все понятно либо ничего не понятно про юнион ну юнион это отдельная большая тема и у нас в текущем плане на этот семестр его вообще нет поскольку там принципе есть о чем поговорить на целую лекцию во сколько надо будет поговорить про про то как объекты представляются в памяти и что нам тут гарантирует стандарт и ну и вообще то есть это такой более интенсивный разговор ну если все понятно то это хорошо у вас по этому примеру не будет маленького домашнего задания очередное домашнего задания вас появится после следующей лекции там я надеюсь я уложусь все в лекцию и сразу же можно будет выдать вам домашнее задание то есть мы сразу и пример тот посмотрим руку я его при вас не буду писать а просто его продемонстрирую но он такой более компактный гораздо то есть там как раз можно просто поговорить вот если хватит времени чтобы оформить домашнее задание соответствующее то у меня есть идея маленьком домашнего задания после ну правда после лекции про опы уже наверное не получится поскольку она у нас окажется довольно поздно уже где-то в мае по моему если я правильно помню а с маленькими домашними заданиями хотелось закончить пораньше но вот есть идея предложить вам модифицировать калькулятор только с подходом объектно ориентированным не статический полиморфизм а динамический ну и понятное дело все будет немножко по-другому тут можно будет уже коротить всякие иерархии классов и тому подобное но вот у меня эта идея не оформлена в виде домашнего задания если я успею я это сделаю пока что у нас оформлены только пять домашних маленьких домашних заданий вопрос стандарт плюсов гарантирует порядок расположения членов структуры в памяти нет не гарантирует он гарантирует лишь некоторые вещи касательно этого порядка например то что все содержимое родительского объекта будет располагаться до содержимого текущего объекта или то что у вас будут разнесены в памяти публичные члены приватные члены и защищенные члены но в целом стандарт гарантирует очень мало поэтому тут может многое зависеть от реализации хотя скорее всего все реализации делают примерно более-менее похожие вещи но на это закладываться ни в коем случае нельзя да опрос я проведу я на самом деле хотел просто немножко более широкий провести там немножко побольше вопросов всяких задать я просто не успел еще оформить но следующую лекцию в эту субботу я постараюсь провести в том же стиле что и предыдущего там правда у нас будет больше немножко больше теоретического материала но я постараюсь подобный стиль соблюсти вопрос какой же c++ путь статический динамический полиморфизм ну c++ путь это много путей то есть это c++ путь это свобода выбора идея страустропа была именно в это чтобы дать программистам просто груду инструментов а там пусть программисты берут и используют то что они хотят и это мы и видим в этом языке поэтому нельзя сказать что тот или иной путь предпочтителен в разных случаях уместны разные варианты здесь как мы видели некоторые вещи на шаблонах получались дублированием хотя на самом деле с иерархиями классов тоже в реалистичных случаях не так то просто сделать такие красивые иерархии классов чтобы у вас не было никакого дублирования и все было бы вменяемо статический полиморфизм он вас заставляет платить временем компиляции и раздуванием ваших отладочных символов вашей скомпилированной программе но про это мы еще упомянем когда дойдем до шаблонов но это один из инструментов которые можно использовать экономить на вызовах виртуальных функций конечно можно но стоит это делать только после того как вы убедились что вас это действительно тормозит сколько далеко не всегда это является узким местом хорошо давайте на сегодня закончим и встретимся снова в субботу спасибо за внимание до новых встреч